Садыр Джапаров пожурил спортсменов за то, что те пожурили его. Говорит, да, нет диетологов, но еды могли бы и из дома взять на Олимпиаду. Глава ГКНБ Камчебекташиев поздравил Муратбека Сейдбекулу с выходом в полуфинал и наставил его на следующий бой. Собери, говорит, всю свою злость и дерись. Ну а на Иссыкуле появился новый герой. Молодой человек спас утопающего. Об этом и о многом другом смотрите в выпуске. Всем привет. В эфире Неновости Апреля и я, Олеся Цурикова. Ну как вы там, господа хорошие, не спеклись в такую жару? Возможно, да, так что уж простите меня за такие жаркие неновости. Этой ночью наш Муратбек Сейдбекулу выиграл бой в полуфинале. Прикиньте, да? Завтра ночью наш спортсмен поборется за золото в Олимпиаде. И уж я надеюсь, он его получит. В схватку Муратбек вступил с Хавьером и Баньесом Диасом из Болгарии и тот уже почти считал себя финалистом, но не тут-то было. Судьи раздельным решением 4-1 отдали победу Муратбеку. Финал состоится в ночь с субботы на воскресенье. Наш боксер будет противостоять действующему чемпиону Азии и мира Абдумалику Халакову из Узбеки. Конечно же, когда происходит такое грандиозное событие, первые лица государства поздравляют спортсменов. Но не только они. С пожеланиями всего самого наилучшего, а главное мощными напутствиями Муратбеку позвонил глава ГКНБ Камчебек Ташиев. И тут вам будет не просто звук, а даже целое видео. Сейчас все в твоих руках. Не урони достоинства. Твой бой ради государства. Не забывай это. В самый трудный момент ты должен собрать всю свою злость и драться по-крыгызски. Мы в тебя верим. Ты наш герой. Все достоинства крыгызского народа в твоих руках. Не сдавайся. Кадры опубликовал приближенный главы ГКНБ Эдкюльбек Рахманов в своем фейсбуке. И мне на самом деле очень приятно, что есть хорошая, теплая и даже уютная картинка с голыми пяточками. И я могу вам ее показать, но вопрос все равно остается открытым. А зачем это надо было на видео снимать-то? Ну ладно, отложим это в сторону и перейдем к околоспортивным темам. Еще со вчерашнего дня в соцсетях у многих подгорает ниже поясницы. Как это так? Спортсмены остались без психологов, без диетологов. Зато министр здравоохранения тут как тут с чужой медалькой. Ладно, Байсалов, он хотя бы за свой счет полетел. Но этот-то гневаются пользователи. Кабмину, конечно, неприятно, когда на него напрасли, но гонят. Так что и этого чиновника, который зельеварением занимается, решили отмазать. Поспрашали генсека Национального олимпийского комитета Кылыча Сарбагейшева. Мол, какого лешего? Министр в Париже, а мы нет. Оказалось, Аламкадыр Бешеналиев во Франции с рабочим визитом. То есть перелет ему оплатили из бюджета. Эвана как совпало, да? Но на игры пришел он все-таки за свой счет честно-причестно. И в олимпийскую деревню попал только по большому такому запросу. За свой счет на играх присутствуют меценат Асхар Салымбеков и министр здравоохранения Аламкадыр Бешеналиев. У оргкомитета есть такая возможность, как одноразовое посещение олимпийской деревни. Для этого за 48 часов нужно подать заявку, которая согласовывается с оргкомитетом и МОКом. Министр посетил деревню в рамках этой возможности. Он пообщался с врачами, проверив уровень медобеспечения олимпийской сборной. Все просто как ясный день. Видите как? А мы тут скандалим что-то. Попросился, пустили и нечего тень на плетень наводить. Но что касается отсутствия диетологов и плохого питания наших спортсменов, из-за которого мы, кстати, возможно, лишились серебряной или даже золотой медали Узюра Джузубекова, генсекретарь НОК тоже ответил. Говорит, да, поначалу плохонько кормили, но ситуация уже улучшилась. Мы для наших ребят даже шорпо сладить умудрились, представляете? В первые дни действительно были большие очереди в столовой Олимпийской деревне. Оргкомитет принял во внимание, жалобы атлетов и питания в количественном и качественном отношении было улучшено. По истечению времени по этому вопросу были опрошены все тренера по борьбе, боксу и дзюдо. По мнению тренеров, на данный момент есть достаточное количество салатов, фруктов, ягод и вторых блюд. Также НОКом организовано дополнительное питание для спортсменов в виде национальных блюд – шорпо, свежесваренное мясо и курица. Питанием спортсменов озаботился и глава страны Садыр Джапаров. Сначала, конечно, отыгрался на них самих. Мол, могли бы и сами о себе позаботиться, хватит ныть. Мы вам за несколько недель до Олимпиады по 5000 евро дали на одежду, витамины и питание. Ну алло! В Париже было достаточно еды, однако мы должны и учитывать, что если кому-то нравятся те или иные блюда, то найдутся и те, кому они придутся не по вкусу. Один предпочитает рыбу, к примеру, другой мясо, а мы, крыгызы, все же любители мяса. Вот именно по этой причине каждый спортсмен должен был позаботиться о том, чем ему питаться. Однако потом сменил гнев на милость. Президент считает, что нынешняя Олимпиада станет для нас хорошим уроком и уж на следующие игры. Наши ребята поедут со своим казаном, полным мяса и чучуками, чтобы заморские кушанья не омрачали их пребывание в чужой стране и не отвлекали от борьбы за победу. Одним словом, теперь мы поняли, как нужно подготовиться к Олимпиаде. На следующие игры наших спортсменов отправим с казаном, полным мяса и чучуками. Ну а в целом, говорит Садыр Джапаров, мы спорту стали уделять больше внимания и это хорошо. И витамины у нас есть, и жить теперь где попало спортсменам не приходится. Есть, конечно, еще куда расти, но мы останавливаться на достигнутом не собираемся. Дальше больше и лучше. Сейчас, слава богу, спортсменам уделяем достаточно внимания. Три года мы обеспечивали наших борцов самыми дорогими витаминами. За один год на это тратится 4 миллиона сомов. Раньше спортсмены жили в общежитиях, сейчас же мы им создали условия, оплачиваем аренду жилья. Слава богу, у них появляется и собственное жилье. Раньше мы были свидетелями того, как перед международными соревнованиями спортсмены просили в долг, так как положенные средства им вовремя не выделялись. Неужели так быстро забыли эти времена? Я своими глазами видел, как спортсмены после возвращения из соревнований расплачивались долгами. Эти дни остались позади, впредь такого не будет. Ну уж надеюсь. Ладно, пора заканчивать со спортом. У нас и другие темы имеются. Напоследок только вот. Сегодня трое наших спортсменов вышли на ковер. Айсулу Тенебекова прошла в четверть финал. Она одержала победу со счетом 5-1 над спортсменкой из Нигерии Эстер Калаволе. После этого Тенебекова боролась с американкой Кайлой Миракл. И что вы думаете? Да-да-да, вышла в полуфинал Олимпийских игр. Схватки пройдут сегодня в 22.15. А вот Аяал Лазарев, к сожалению, уступил. В поединке 1-8 финала Лазарев встретился с действующим чемпионом Азии и Азиатских игр, бродзовым призером Олимпиады в Токио и двукратным чемпионом мира Амиром Хосейном Зарей из Ирана. И проиграл со счетом 0-5. Если Иранец выйдет в финал, то Лазарев получит шанс бороться в турнире за бронзовую медаль 10 августа. Если. Ну и Бигзат Алмасулу сегодня будет бороться в утешительном турнире за бронзовую медаль. Схватка начинается в 23.25 по Бишкеку. Не пропустите. А теперь, наконец, к другому. Еще накануне все новостные паблики гремели новостью о задержанном Эркинимом Виталиеве. А сегодня, наконец-то, и ГКНБ информацию по этому поводу предоставил. Оказалось, задержанный подозревается в легализации, отмывании преступных доходов и тесных связях с ОПГ Респека Акматбаева, которого в живых нет уже как 18 лет, и ОПГ Камчикюльбаева. Сообщается, что, используя криминальные связи, Мамбиталиев решал личные вопросы коммерческого характера. И на большинство многочисленных движимых и недвижимых объектов, зарегистрированных на родственников Мамбиталиева, отсутствуют разрешительные документы. В рамках возбужденного уголовного дела по факту участия в организованной преступной группировке сотрудниками ГКНБ проведены обысковые мероприятия. Изъяты целый арсенал огнестрельного оружия, а также выявлено имущество, приобретенное незаконным путем на сумму свыше 4 миллионов долларов США. Голова поднимай! Голову поднимай! Голову поднимай! Голову! Руки назад! Фамилия и мущество, эй! Мамбиталиев, рякиптур! Фамилия и мущество! Фамилия и мущество! Фамилия и мущество! Какое время? Год рождения! Автрасы. Все, давай! Все, давай! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Ну а теперь о погоде. В селях на юге Кыргызстана виноваты и сами люди, заявил директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС Даурбек Сакыев. Он напомнил, что в этом году было очень много селей на территории республики и перечислил причины, по которым они возникают. Первое, разумеется, географические особенности страны – горы. Плюс высокая сейсмичность, но немаловажен и человеческий фактор. Есть факты, говорит Сакыев, когда в сухих слоях и водотоках были незаконно возведены постройки, которые перегородили путь селевому потоку и образовали заторы. Специалист подчеркнул, что МЧС ежегодно проводит мониторинг опасных участков. Полученные данные передают органам самоуправления для принятия мер по предупреждению. А вот для реагирования в моменте министерство ежемесячно выдает штормовые предупреждения, отправляет СМС-сообщение о потенциальной активизации природного процесса, селе, оползне, камнепаде и т.д. Кроме того, по словам Сакыева, МЧС занимается улучшением системы мониторинга раннего оповещения, строительством защитных сооружений и дамп на тех реках и водотоках, которые представляют угрозу. А сегодня спасателям Министерства чрезвычайных ситуаций предоставили новое снаряжение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Управлению МЧС Паожской области передали 30 водонепроницаемых костюмов и 6 мотопомп. Такой вот подарок от спонсоров. А в Бишкеке и Чуйской области сегодня творилось страшное. Пыльная буря, хотя МЧС никого не предупреждал. Из-за порывистого ветра поднялась песчаная взвесь. Некоторые районы остались без электроэнергии или интернета, или и того, и другого вместе. Так Мак, Новопавловка, Ташмойнок, поселок Монаск, Заласкер, Сукулук, а также внутри старых границ Бишкека, рабочий городок Жукеево-Пудовкино, Южная магистраль и другие районы ощутили на себе все минусы стихии. На востоке Бишкека возник крупный пожар еще до непогоды. Загорелы сухотраги, но ветер разнес огонь шире. Ветер снес крыши зданий. Во многих районах попадали аварийные и не только деревья. Они и оборвали часть линий электропередач, а еще перекрыли дороги. Некоторые стволы упали на автомобиле. Сообщений о жертвах или пострадавших пока нет. Ущерб, нанесенный непогодой, еще не подсчитывали. Сначала нужно устранить последствия. Ну и давайте напоследок отвлечемся, чтобы на такой ноте не заканчивать выпуск. К нам в редакцию прислали видео и попросили распространить, чтобы страна знала героя. Наши ощущения созвучны, так что вот. Сегодня на пляже Марко Поло парень, чье имя пока остается неизвестным, заметил тонущего человека и спас его. Осмотрев пострадавшего, молодой человек применил навыки первой помощи, убедившись, что он в сознании. Посадил пострадавшего на колени и начал сжимать грудную клетку, чтобы вытолкнуть воду из легких. К сожалению, ближайшая скорая помощь была далеко и время играло против них. Но благодаря действиям нашего героя пострадавший пришел в себя и смог дышать самостоятельно до прибытия медиков. Правда здорово? Я тоже рада, что есть такие люди. Вот такой сегодня день и такие не новости, а новости читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ и социальных сетях. Я желаю вам хороших выходных и всего самого наилучшего. До встречи!